Потому что, извините меня, шотландцы являются независимым государством и провозят независимую политику. Согласованную только с индейчанами. О, началось Дима отстает. А что Дима сделал? Провел свою политику. А такую? Отставали. Независимую. У него союз военных предметов. Независим от игры. Знаете, Кнут зависим от независимости. О, новый зарядник Диме. Кстати, как думаете, почему Шотландия не захотела стать... А вы суетиту есть? Да. У Англии сейчас 7 тысяч на 1, тем, наверное, все равно рановато двигать. Я наслаждаюсь тем, как Швеция высадила в Ирландию на английский МИД свою армию и сейчас захватывает МИД. Поэтому, скорее всего, если Швеция победит в этой войне с Англией, то мне может достаться МИД. Потому что у Швеции нет претензий на МИД. Зачем-нибудь это чужой МИД. Свой основает МИД. Все на МИД рачат. Я про Министерство иностранных дел. Слушай, печально, лошадь, успокойся. Там ты лошадь. А что у вас, появились взаимные такие клички? Не знаю, я не знаю, почему так появилось. Я с Попробуем играть. А почему ты с Золотой Ордой и Крымом воюешь? Потому что меня прослала Австрия, а я являюсь союзником императора. Я понял. Я вижу, что происходит. Зак тебя не зовут в Священной Римской? Я уже в ней. Да? Ничего себе. То есть, то тебя не могут спасть. Без Австрии. Да. Это во-первых. А во-вторых. Так. Делайк, ты что-то... Сейчас, мне ой, как это надо. Ой, как надо. Как мы тебя понимаем. Я могу дремезутся, я вчера не поднялся. Я могу дремезутся, я вчера не поднялся. Я не могу дремезутся, я вчера не поднялся. Но на всякий случай поддержим. Мену Стайл. Смотри, тебе не выгодно сделать вассалом. Мне кажется, это не выгодно. А я не взял, я еще ничего не делал. Ты можешь работать гораздо более сильным. Я доль сейчас. А я не могу... Я, во-первых, так не дошел. А во-вторых, сейчас такая проблема, типа... Друздорова. Ой, здорово. Друздорова. У меня 7... У меня просто всего 21%. Уже 11, так как они забрали у меня АДГ. Да, правильно. Иди, уничтожай сейчас те 4000, которые ведутся в Черкесию. Только... А, они даже не в Черкесии. Ни-бог, они пойдут куда-нибудь в горы. Ой, сейчас... Через 3 месяца, проклятый год наконец закончится. Да ладно. Они плохие. В третьей попытке я не верю. Сейчас что-нибудь случится. Нем, а что ты хочешь, чтобы произошло? Ну не знаю. Конец света. Падение земли на солнце. Ядерная зима. Падение земли на солнце. Падение солнца на земле. Они меня боятся и все бегают куда-то неизвестно куда. И у меня, кстати, неравноправно. У меня 4... Приходят 3 конницы. Тысяча. А, теперь смотри, нажми на провинцию, они ее осылили. И там есть кнопка, я не знаю, как она по-русски, по-английски сорти. Ну, что, вылазка. Правда. О, я пока побеждаю их, они проигрывают мне. Ой, я на Феодора не смогу пройти, пока у меня нету... Проход, правопрохода у... И зачем стоять на паузу? Мы просто срочно. Шоб напугаться побольше. Рован, кто-то с кем веет? Тайном даже до конца года, онлайн пошел. Я базирую сейчас с Бургундией и с... Как ты по-моему? Неважно. И с Золотой Ордой, по-моему. Ничего себе. Ты же от Золотой Орды там задействовала. Я союзникавствую. Мель. Аа. Блин, ну что мне Майей делать? Все. Завоевать, покорять. Майей, по возможности... Откормливые вассалов, которые рядом с собой, и присоединяются. Я уже присоединяюсь. Больше мне нечего делать. Просто хержи. Вот, короче, как присоединишь... Вокруг тебя все станут фасалами. Ну, тогда просто ищи европейцев. Они сами тебе дойдут. Ищи европейцев. Когда бунтовные пинцы, когда вы скоро станете моими? Это в одном предложении было из Золоти. Наконец-то, наконец-то, шестнадцатый век. Мы дожили до него. Январь тысячи пятисотого. Накадка рулит. Итак, за 15 серий мы прошли сто... Сколько? Подожди, не сто, шесть. 56 лет. Та-дам. За 15 серий. Нормально. У кого за 15? У кого... Да, за 15 и за 16. Ничего себе. У кого за 19? У кого за 19? К успеху идем, ребята. Да ну нафиг. Это успех. Да ёшкин кот, Ариза. Хоть я попросил на придет на майсе. Похлани так. Совсем там, что ли? Договорись с Ариза. Ладно, я могу понять, что у скорости в 500 году нет. Ты просто не хочешь идти с нами к успеху. Я уже пришел к нему. Ты просто не можешь с нами завтрашний день. Точнее, не только лишь все. Но лишь немногие... И не всегда... Швар теперь и Джаунпур хочет. А чё их, чё их, тимуль напилит? Мивар, Марва... Ну ты не волдфак. У Немо, да, у Немо было заклинание, мы его очень любили. Просто не волдфак, вы все здесь не волдфаке. Я волдфак, я молодец всех есть я. Даже... 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 даже Виктор Сумской и не волдфак. Что? Да... Что? Даже Виктор Сумской и не волдфак. Не фак и не волдфак, и вообще никак. Тебе еще... Он просто мимо проходил. Хе-хе-хе-хе. Да, ещё раз. А, Синоп. Вот, есть традиция Синоп. Она с греческой куплой. Где-то... В течение тебя твоему бы вас сало очень пригодилось. Их... их мамлюки... хватают. А, за яд. За букву Я. Это.. Какая-то мила. Не-не-не-не-не-не-не-не. В Фотландии, ты когда начнешь покорить новый свет? Какая-то.. Не спрашивайте меня сейчас? Не спрашивайте. Меня сейчас.. Я сейчас.. Я.. Сейчас на Англии сосредотачен.. Да, я скростую как она Watch мне там.. Меня страшит это.. Советую предложить ей садьфаста. Я ещё не воюю. Я ещё пока что не воюю, но я близок к этому. Я вижу, что на войска вывела все со своей земли. Так, все полностью. И за меня идут сейчас Кастилия, Дания и другие в Англии. А может быть тебе нужно одну армию поставить на захват, а второй бегать по берегам и отгонять и высадываясь к себе на мячам? Ему нужно поставить на захват минимум пять провинций. Мне кажется сейчас шотландить. Корея наращивает флот, вот гадость. Воевать с кем-то будешь. Кстати, по истории это Корея получала тумаки от Японии, наоборот. Да нет, как раз Япония от меня получала. Они её дружеские. А братск? Любя. У меня самая богатая провинция в Андах это Север. Чё, круто? Шотландик, просьба, разорви либо разорви союз с бетонью. Ща, 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 подожди. Виктор, устрои Корея инжинскую войну. Инжир? Устрою с удовольствием. Вот они там совсем забыли про то, что я не пьюся. Мивар, у Мивара базовый налог слабый. У меня провинции бедные. Да. Все богатые провинции... У чё в членов ещё хуже у бедных. Чё в членов надо раскармливать. Это такая оговорка на слово раскатывать? Нет, раскатывать. А смысл мне раскатывать человека, который будет колонизировать всё вокруг и помогать мне? Я же не всеядный, извините меня. И он мой союзник. А чё ты изменяешь-то? Я хочу торговлю западным оружием. Оружием. Мы... Животне вредны. Привезём кремневые ножи. Господи, Шотландия объявила войну Англии. Да. А если... Похлопаем. Но за Англию не пошли многие. За Англию не пошли. А тебя насрать. Они бы... От них толку нет такого. А в Португалии пошла за Англию? Да. Ну и Кастилья за меня пошла. Кастилья взяла на себя. Убирай плот. Плот убирай. У тебя там стоит 9 кораблей. Чё в Чувене? С ежением не вариант сейчас тебе воевать? У меня наоборот только только войны закончились. А, у них айси союз. Ты чё, ты будешь ждать мою войну с Хатакиямой? Или у тебя есть вариант? Войны с Хатакиямой я буду ждать. У него всегда есть китки. А мы будем как-нибудь с флотом? Ну там не флотом, там ты можешь высадку сделать, престижа собрать. Когда я разобью их армию, они будут по одной штучке создавать. Ну или флотом тоже. Ну флот, подожди пока я корейский разобью, он самый большой. Чу-чу-венский флот. А потом свой в воде. Представляете, мировая держава, Чу-чу-вены. Ну за эти чик-чик были довольно-таки опасные войны. Нееет! Это первый ивент за всю игру наблюдения метеоров. Биняшка. Началось. Поверь, это не прекратится. Сейчас всё плохо будет. У меня пять летало таких метеоров, они чё-то японию любят. Это ещё не страшно. Третьи игру, они вообще были жуткими. У меня за Индию в 30 лет 10 метеоров упало. Метеоритная бомбардировка. И чё, чё их боятся? Они... Почему все боятся, они бубры? Ты скажешь, допустим, народу. Они думают, ооо, метеор, метеор, метеор. Мы все умрём. Кончайте, ну. Кончайте. Сказал Чу-чу-вен. Да. Качай наугу. Давайте, сзади. Давайте, вассалы, покажите. Главное, это правильные шаманы. Качай на все грибы. Слышишь, тебе Лондон надо брать. Мне же там интересно, тебе надо брать ещё провинции, которые на самом юге. Они просто... Самый большой базовый науг, и они дают наибольший... Я понял. Варскор. Но Кнут может припалывая, ну, захалывать... Державы. Прочти весь Север. Пиорка вместе. Да. Ему нужно захватить вот эти четыре провинции. Плюс, если хватит Варскора, то очень хорошо было бы освободить... Вальс. 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 Ёршира садим. Да. Сейчас Кнут нагнет всех, я не верю. Только очень напрасно... А, ты не мог... Забей. Забей на всё. Забей их. Забей на Кнута. Накорнул меня, щас всё сделаем. Кнут, да, Дедик? Смотри, а дальше... Дальше... У тебя будет такой интересный нюанс. Что у тебя по административным очкам? У меня много их. Метеор, боже, опять! И Кнут встаёт! Смотри, Кнут. Может быть, Кнут живёт рядом с Чёрной Дорой, и у него время подрабатывало. Ребят, я же говорю, по делу вы перебиваете, да? Нет. А, смотри Кнут, если тебе надо освободить Уэльс и Торлу, как отдельное государство, то тебе будет иметь смысл один из них захватить сразу. То есть даже без... ...перемирия. Угу. То есть не соблюдая перемирия. Хотя, не факт. Всё! У Джангфура нет армии. а я между прочим тебя сейчас помогаю таким образом таким морально поддерживает дело в том что сейчас Британия воюет с Бургундией и с Францией и я короче говоря когда захватываю провинции я их передаю Британии и туда приходит Франция и их отнимает а их потом обратно перехватывает таким образом я затягиваю войну чтобы Франция не вышла из войны до того как я могу объявить войну Британии ну и плюс у Британии не будет лишний повод для войны в Европе то есть тебе затягивание войны тоже выгодно я строю великий японский флот не победит квадратные корабли три предыдущих великих японских непобедимых флота победили соболезны и работали в золотоносных шахтах разрывали каньоны а теперь Япония получил их золото мне приносит меньше всего денег а сейчас я передвигаю лондон понятно кто там их спонсирует перебивайте американцы у тебя очень много провинций заняты отрядами по три по четыре а тебе достаточно троих осаду то есть два пикатинца и пушка то есть тоже там попытайся оптимизировать я все оптимизировал по составу кажется мы теперь знаем кто спонсирует американцы поддерживают скорость пута я вступила в следующую войну интересно посмотреть что у них но не уже два раза потерял всю армию два раза проиграл феодора и кто и слишком генерал я думаю я таки я не могу я аннексировал после смерти по чеку так многое изменилось да да это твой шанс кстати чевчуена может быть ты что-то получишь да 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 сейчас еще раз потому что и потому что из-за того что подвисает немножко в сетевой игре все побережья он все осаждает почти полностью и по 3000 по 3 по 4 вот я же могу что он может оптимизировать поможете все пород рядом нет вот у тебя бокса шире 400 ну пора пятисотые года но это воинственное течение индуизма если упрощать я к счастью опять не слышу мивар я войска в москву отступают у москали но с кем наиграем тебя вообще войска без генерала это что такое то что не прыгнет генералом он единичку они бегут у него это управление единица а у них правление генерал двойку них 511 а у меня генерал 222 у тебя которая по моему в генерала стоят ядора 511 я у тебя провинции япора стоят войска без генерала они у меня в провинции стоят 511 генерала ну ладно хорошо поэтому я ему проигрываю уже в три раза одну и тому же войску в третий раз еще их сейчас 3000 будет пока мы там пока мы дойдем вообще ужас будет мы ему тупаку у меня тут 5000 будет против трех сражаться мы проиграем сейчас опять мы ему тупаку уже 25 лет и наследника все нет и нет жди надеюсь это целая главная шапа он не тупакнулся сразу как появится наследник в принципе смену в принципе может сомнировать трапезонт тут уже лучше аннексировать конечно ну если так будет сделано они договариваются о чем-то страшном давайте их убьем с одной стороны тоже это жаба отстает сама от себя периодически серьезно еще три бунтующих провинции на переходах месяц допустим у меня третье число идет а у тебя допустим месяц стоит еще и нормальный ну я ж душ наверное смог от я сейчас от я сейчас от 70 монет вместо и нечаянно нажал кнопку возможные требования и вместо 73 монет которые я могу забрать я могу забрать у них 2 соболезнуем тебе бедная бедная черкесия ой вот это у меня музло играет торговли на полуострове игра считать я полуостров ну может у него есть маленький маленький полуостров владения у меня есть у меня вообще игра считает что моя победная война проигрышная скачал и бедная у меня много полуостров 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 точнее у тебя вылезли что ли и вообще я нагибатор по жизни бивар не пугает не пугает не пугает кто там бачи конго то есть бачи конго там есть испания или португалия рядом испания и португалия рядом есть конго блин ну я говорю это он буквально между вами еще и бени но они всегда туда плывут ну это все потом испания часто берет капскую колонию это самый юг африке лорандикс встает жалко твоих жалко твоих лорандикс придется тебя ударить к сожалению подрежите кикаем тех кто встает начинаем с духнича останется только хвост да хвост эй я вообще вообще я это во какие все добрые отзывчивые люди нет в следующий раз будем я вас обожаю ну мы не будем естественно мы не кикнем мы добрые нет мы не добрые мы просто дебилы говори о себе просто сидим тут на второй скорости развлекаемся не обобщай представьте за 50 лет мы вообще даже немного делаем за 50 лет а на самом деле мы могли бы отыграть уже 60 70 80 я построил уже 19 галер опасные футцы 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 а почему он может стоить а я не могу потому что лох потому что ты индиец я гораздо более развит чем он у меня вообще-то знаешь какие технологии а корея проигрывает потому что все армия находится у меня технологии три подскажите мне глупом а что будет если я объявлю войну хатакиями а армия кореи с черным квадратиком будет находиться на территории хатакиями то она не сможет в топе ничего не будет ничего не будет насколько я знаю черный квадратик это не делится то мне смотри эти 13 всех посылай полностью уничтожай а я иду уже уничтожай ты говно у меня все плохо военная консультантка очень неожиданно все стало плохо совершенно внезапно у меня армию на Феодора разбили и у меня я почти у тебя положительный счет и ты воюешь всего лишь с Трапезундом и Феодорой выманивай их на свою территорию разбивай у Феодора 2000 армия но у них очень крутой генерал а может быть финансировка армии найми наемник возьми наемника построй войска ну что ж такое разбей и просто осаждай давай сделай это я сейчас сидел осаждал почти закончил а почему ты войска не разбил я закончил осаду столицы и тут пришли и Феодор так надо и две их тыщи расгромили мы 4000 а почему у тебя всего лишь четыре а други gaya гая не успела пойти ну что он все ладно успокойся все мои войска было разбито а почему ты не можешь нанять потому что у меня денег нет а почему у тебя какие у тебя технологии я же говорил тому у Черкесии замкнутый круг Там нет ни экономики, ни армии. И ни армии, ни экономики взяться неоткуда. Небо, а виноват ты. Да, конечно, я его посадил за Черкесию играть. Да, ты такие условия назначил. Жестокий Небо. Он просто решил поиздевать, он отомстил. Он мог взять кого-либо в Центральной Африке на этом, на Аравийском полуострове. Помните, он говорил, что он всех нас ненавидит, да? А это его месть. Жуйте! Жуйте! Страдайте. Слышишь, догоняй ей хоть как-то. Так я и делаю это дело. Я разбилку своего армии и догоняю. Я боюсь, что Кнут станет Британией, поэтому я хочу, чтобы он проиграл. Пусть становится, чё. Только порадуемся за него. Тебе только может быть даже выгодно, чтобы я стал Британией. В чём? В том, что ты скилловый союз и меня убьёшь? Это мне выгодно? Согласен. Ну, а если ты мне хорошую предложишь... А что я тебе предложу? Протектора там стать нет. Девушек своих. Искусно вырезанных из кокосовой пальмы. Уже, видишь, мы можем договориться уже. 13 лет регенства. Кому интересно? Вообще интересно. Чувак. Поздравляем. А как там, кстати, Прованс выруливает? А не Прованс пока... Курик Бомбук. Причём... Сань, ты тратишь опять своё время? Хе-хе-хе-хе. Чтоб тебе объявили войну опять. Стопадо. У меня две категории приятных ивентов. Первый ивент отнимает стабильность. Второй ивент отнимает стабильность. То есть, когда у меня займы, когда у меня низкая стабильность и низкий престиж, всегда вот такие вот любят ивенты припататься. Хорошо быть с Магиканином. Двухой ивент отнимает стабильность, а стабильность стоит копейки. Ура! Так что нам пофиг. Убили две тысячи, вот как вообще это человек играет? Вообще это больше похоже на шутку Московера сходит Феодора, наконец-то. Ну, Прованс бы мог приплыть, помочь Черкесе, но он не может. Черкесе должна помочь сама себе. У меня нету правителя, у меня нету генерала. У них генерал с двойкой. Ну а найми генерала с двойкой. Я не хочу, я щас... О, господи. Они свалили, Московия свалила от меня. Рядом, смотри. Время умирать. Они зашли на землю Феодора и свалили. Радостный лево потирает ручку. Время умирать. Она развилась с тобой. Она развилась с тобой. Он свою ручку. Кто-то умирает. Феодору. И этот. И наш кавказский друг вместе с ним. Кавказка. Я в порядке. Кавказка. Они пошли на помощь. Они пошли... На меня тут все индейцы обиделись. Соседние. Непонятно даже почему. Я всего лишь немножко расширился. Они пошли... Они пошли рижанам помочь. На запад. Громить полякам. Да кто там пишет? Вася. Кого там убить? Тарас. Картавый. Ягел там назвал. Сейчас сверну игру и специально забаню этого человека. Сейчас такое хорошее время. У Литвы нету армии. Тарас, у нас места нет. Да, извини. Только за Сунду. А за мою страну как? За Тапу за тебя играет уже. Тарас у нас... Вообще быстро. Сколько мы уже играем и собираемся? Три часа? И Тарас только-только сообразил. Я сказал, что только вечером смогло. Картавые ублюдо. Бешеный Тарас. За тебя играет. Совершенно. Ну что, друзья. Предлагаю на этом закончить. Нет, нет, пожалуйста. Меня подожди. Но не игру. Просто серию. Просто серию, друзья. Спокойтесь. Смотрите, у меня сейчас как-то. Смотрите, у меня сейчас как-то. Смотрите, у меня сейчас как-то. Смотрите, у меня Литва не придет, если я... Я выхожу. Я хотел срать. Ты решил пошутить, какой я выхожу? Не, я реально, я выхожу. Ничего. Ещё триделки палки. Пауза нет. Тоже. Выходишь за меня, Тарас поиграет. Нет, за тебя будет играть самурай. А что, за меня реформы проводить не надо. Ничего не надо делать. Ты думаешь, что Тарас не испортит? А вдруг там комп вообще лучше справиться? Пока. Ну а мало ли. Ну что он нам говорит? Сумской уже начал новую серию записывать. Я и старые дни заканчивал. Днемо резать будет, по-живому. Единственное, что я могу согласиться. Не, я аккуратно нарезаю. Не надо. Если что могу согласиться, это ещё одну, и тогда уже всё. Хорошо. Это нет тебя придет, Тарас. Хорошо, я тогда сейчас ухожу. Тихо, я разговариваю. Куда ты пошел? Скорость. Скорость. Я разговариваю. Хорошо, здрасьте. Здрасьте вам. Все? Хорошо. А мне не кушать надо, чтоб тебе... Ну я не хочу ещё. Я не голоден, я подойдут через пол... Можем через аркуль. Это неправильная еда. Ну иди, ну хорошо, спасибо вам. Это неправильная еда, Кнут. Смотрите, как византия рослась. И мамлюки ещё. Кнут, что ты делаешь вообще? Что ты делаешь с собой? Вжрёшь всякую дрянь. Тихо. Витя, Витя. Да. А что я за себя не могу поиграть? Я же прошу бота просто не оставить. Это страшно. Ну ты можешь сейчас зайти за сумку, а потом за себя кинешься. А почему бота-то вместо меня не поставили? Я же просила. Потому что Эдвард справится вместо бота. Лучше. Нет. Эдвард, ты представляешь, как ценят твой труд, ну? Я тоже. Вас все, кто меняет на Эдвард. Презирают. Сколько лучше будет бот. Тарас. А Эдвард это Тарас. Нет. Эдвард это Эстония. А я... Я хоу. По Украине. Ооооо. Ооооо. Тссс. Просто, Паш, это... Это... Я... Это божественно. Я думаю, я соберу свою лучшую. Унылую компанию с Немо, но без вас. Эй, ты чё? Я... Мне этой партии хватится. Его унылый голос гораздо веселее, чем шуточка Лорандикуса. Твой голос куда приятнее, чем голос Немо. Мой? Твой поносный. Мой? Угу. Лорандикус себе переоценивает. Поносный голос. Мой? Я думаю, как раз таки такой. Понят. Хе-хе-хе-хе. За что? Какая ещё учебная стрельба? Какое ещё крупное восстание? Да вы издеваетесь над мной. Что-то не так в Империи. Восходящего солнца. Там всё не так. Они не уважают тебя к Императору. Они считают, что ты должен сидеть в своём дворце, вязать узелком и вмерться в политику. Да. Где-то так и выходит. Вязать узелком. Японию не отпускают какие-то трясущиеся плохие события. Ну, попытайся от чевчевенов допустить на свою землю, чтоб они помогали давить всё это. Чего? Кто это? Это присоединение Тарасов. Да ладно. Надо было реально сейчас партию закончиться, собрать эту комнату заново. Да, это он. И я тоже жрать хочу, кстати. За кого Зак теперь? Я за Прованс. Он психанул, потом он психанул. Сложно всё. Друзья, смотрите какая у нас ситуация. У нас Саша ещё может 30 минут играть, потом он уходит. Давайте вот с этой программой. Тогда Артхаус не должен был заходить. Посмотрите, как мудрая и сильная Черкесия разносит Феодора с Трапезонду. Три помощи в Москве. В Москве вообще свалило. Если Черкесия была сильная и мудрая, нам давно была большой и богатой. Артхаус заходит за Сунду и пытается спасти Сунду. Я не буду её спасать, а просто расслаблюсь. Расслаблюсь. Да у нас в любом случае при переподключении будет пауза. А народ паузу сделаем? Или что с ней? Нет. Давайте лучше на первую скорость. После 30 минут сделаем паузу. Хорошо? Никто не будет против? Да. Да. В последнее время, ну я его понимаю, знаю, что он человек рабочий. Очень рабочий. А я что? Нет. Я о продукте говорю. Это можно было сказать только с большой долей иронии. На самом деле он очень ответственно подходит и к школьным заданиям, и к каналу к своему, и делает много. А у него новый канал? Нет, у него его канал. Там ничего не выходит. Митя? Митя не выходит. Ответ. Митя. Да. Почему вместо Сунды Гота можно ставить, а вместо меня нельзя? Это не справедливо. Потому что Сунда убитая напрочь. Отжимай. Вот и я не хочу, чтобы со мной произошла такая же судьба. Сунда сам такое сделал. Со своей великой нацией. Ну так вот Эдвард может такое же создавать. Не надо тут на меня гнать, иди ты. Я вообще тут уже дух вассал присоединяю, и крепости везде строю. Которых завоевал я, конечно. Во-первых, нельзя, точнее, не надо было их присоединять. Во-вторых, нахрена ему крепости? Чтобы были. А зачем ему ты тысячи? Ну, чтобы копились. Да зачем? Мне это нужнее как-то. Когда он вестернизируется, они ему пригодятся. Но всё равно не скоро. Ведь хотя бы, я не знаю. Лучше бы ты эти тысячи бросил на присоединение агрессивных соседей. Что ты на меня хочешь? Раз. Я хочу восстановить несправедливость. Восстановлена твоя несправедливость будет через полчаса. Ты не против? Ну, очень точно. Какое мое слово? Ну, по-другому. Смотрите. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok